Не доверяй и поверяй, надо ли менять прибор учета, если время его истекло. Марионетки по неволе. Как не стать жертвой манипулятора? Юные почемучки. Клуб «Дружба» приглашает дошкалят на бесплатные занятия. Крутится или не крутится? Да и цифры что-то не разобрать. Если для одних омичей счетчик в квартирах это способ сэкономить, то для других способ заработать. На хозяев приборов учета недобросовестные фирмы ведут охоту, навязывая свои услуги. Но не спешите менять счетчик, лучше сделайте поверку. По статистике ее проходит около 90% механизмов, а значит вы сэкономите время и деньги. Приборы учета сегодня установлены практически во всех квартирах. Механизмы считают расход ресурса, но ничто не вечно. Раз в несколько лет приборы нужно поверять. Сроки указаны в паспорте прибора и в коммунальных квитанциях. Но читают эту информацию далеко не все жители. О том, что у ее счетчика горячей воды через месяц заканчивается межповерочный интервал, Наталья Николаевна узнала от старшей по дому. Первой реакцией омичке было заменить прибор учета. Ведь еще при установке мастера утверждали, он долго не протянет. Говорили, скорее всего, это такое качество воды и счетчиков, что придется его менять. По совету дочери, женщина все-таки решила сделать поверку. Причем везти прибор, оказалось, никуда не надо. Метрологи со своим оборудованием пришли прямо на дом. Процедура заняла всего полчаса. Проливается одновременно вода через поверяемый счетчик и через талонную установку. Рассчитывается погрешность. Если погрешность не превышает допустимые пределы, тогда счетчик признается годным. На него оформляется формуляр к паспорту. К радости Натальи Николаевны специалисты сообщили, ее прибор еще поработает. Очередная поверка его ждет через 4 года. Поверка всегда выгоднее. Просто не знаешь, в каком состоянии счетчик на момент поверки. Но как мне объяснили, что если счетчик плохой, то деньги за поверку ты не платишь. Это приятно. Поверка стоит от 400 до 700 рублей, а замена около 2000 рублей. Выгода очевидна. Поэтому недобросовестные фирмы вешают объявления, где призывают омичей менять приборы учета, угрожая жителям, что в противном случае они будут платить заводу по двойному нормативу. Опять повесили. Ведь есть специальные службы, которые могут поверить эти приборы учета. И не надо будет их даже менять. Средний срок службы водосчетчика составляет 15 лет. По словам метрологов, раньше этого срока приборы учета редко выходят из строя. Только малая доля водомеров не проходит поверку. Это может связано быть и с водой, и с условиями эксплуатации, с интенсивностью. Как много человек пользуется водой, как интенсивно изнашиваются элементы счетчика. Может быть счетчиком наоборот не пользовались, у него внутри элементы окислились. Заменить прибор учета можно самостоятельно или с помощью мастера из управляющей компании. Коммунальщики пломбируют счетчик и передают показания в ресурсоснабжающую организацию. Тем, чьи водомеры успешно прошли поверку, специалисты выдают акт о выполненных работах и заполняют формуляр к паспорту прибора. Эти документы надо передать в расчетный центр. В противном случае за использование ресурса вам будут начислять по нормативу. А это для потребителей крайне невыгодно. Считаете, что сами принимаете решение? На самом деле ваше мнение – иллюзия. А самостоятельность – самообман. Нами управляют везде. Дома, в магазине, на работе. Кто тот великий кукловод, который заставляет делать то, что нужно ему? И как защититься от манипуляций? Об этом наш материал. Каждый человек по несколько раз в день сталкивается с разными видами манипуляций. Чтобы заставить другого плясать под свою дудку, применяется целый арсенал точного психологического оружия. Шантаж, угрозы, лесть, чувство вины и жалости. По словам бизнес-тренера Елены Разумовской, это далеко не полный список уловок манипулятора. Манипуляции удаются, когда человек не владеет определенным инструментарием, в том числе защитой. Все желающие смогли научиться эффективной защите от манипуляций на даче Онегина. Здесь прошел бесплатный семинар. Первое, на что следует обращать внимание, говорит тренер, – это ваша личная зона. Если в нее пытается кто-то вторгнуться, это сигнал, вас хотят использовать. Защититься от чужого влияния поможет осознанность. Что такое манипуляция? Манипуляция – это использование человека для достижения собственных целей. Это может быть один человек, это может быть группа людей, это может быть какой-то коллектив, не знаю, общество. Как только мы начинаем распознавать, что нас просто хотят использовать, это уже дает нам определенные силы. И защищаться от манипуляций. Главная задача человека – сломать сценарий манипулятора и развернуть ситуацию в свою пользу. Для достижения этой цели все средства хороши. Игнорируйте обидчика, если вас пытаются вывести из себя. Когда умничают, попросите объяснить по-простому, что хочет сказать человек. Зачастую это сбивает горе мудреца с толку. В случае, если начинает торопить с принятием решения, возьмите паузу. Давит на чувство вины – доведите ситуацию до абсурда. Руководитель обвиняет, допустим, работника подчиненного в том, что вот ты не сделал. Не сделал ли, не сделал ли в срок, не сделал ли в том объеме, в котором предполагалось. Или допустил какие-то ошибки, то есть некачественное исполнение. Виноват, 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 виноват. Но если бы вы мне сказали, что надо дополнительно сделать и перечисляем какие-то вариации, да, то есть то, что выходит уже за рамки функциональных обязанностей, тогда, когда руководитель начинает понимать, что нет у него шансов оперировать какими-либо категориями. Почему? Потому что у человека либо функционал за троих работников, да, либо это ограниченный срок, что в принципе невозможно в данное время или, допустим, в данном объеме выполнить качественно. Мария, хоть сама занимается психологией, пришла на семинар, чтобы побольше узнать о манипуляциях. С ними девушка постоянно сталкивается на работе и уже выработала свой защитный механизм. На работе ситуация такая, что подходит и постоянно просит делать не мои задачи. Вот, я отвечаю тем, что может быть что-нибудь еще более глобальное сделать. Объясняю человеку, что это не в моих компетенциях и что я не обязана этого делать. Все, и коллега сразу понимает то, что не на то напал. По мнению психологов, жертвами манипуляторов в основном становятся чуткие и мечтательные натуры, совестливые индивиды и люди, которые находятся в стрессе. Они взволнованы и растерянны, а значит анализировать происходящее могут с трудом. Маркер манипуляции – чувство дискомфорта и желание избежать контакта с человеком. Еще один маркер тогда, когда с коммуникатором возникает ощущение наполненности. То есть ты как будто позитивный такой, солнышко, шарик воздушный. Но как только манипулятор уходит с поля твоего зрения, ты как будто вот этот же самый воздушный сдулся. Имейте дело с манипулятором, забудьте о корректности. Не бойтесь говорить «нет», если ситуация вас не устраивает. Резко обрывайте разговор и просите человека покинуть помещение. Увлекательные игры, общение, интересные занятия, популярность детских развивающих центров растет. Но вот огорчение – стоимость таких курсов велика – от 2000 рублей и выше. Однако провести время с пользой и подготовиться к школе можно и бесплатно. В клубе «Дружба» ждут малышей от 3 до 8 лет. Все работает, все руки набираются. Песочные реки, деревянные берега дошколята с удовольствием рисуют картины из сыпучего материала. Работа с песком – это возможность икунуться в мир фантазии и творчества. Через тактильные ощущения развивается мелкая моторика, а значит и мозг ребенка. Малыши начинают быстрее усваивать информацию и говорить. Дома скучно. А здесь? Здесь нет. Я здесь рисую, там мои подружки. А кто у тебя подружка? Оля, Тимофей и Алина. Вике 5 лет, но посещать садик она не может. У девочки аллергия на все виды злаковых культур. Поэтому вынуждена оставаться дома. Мама Вике хоть и занимается с дочкой, дать всестороннее развитие, необходимое ребенку не может. Кроме того, девочка от родных не на шаг. Мой ребенок не мог изначально находиться в каком-либо незнакомом помещении без моего присутствия. И именно здесь нам помогли этот страх преодолеть. Ирина Клещева водит в клуб двух детей – Тимофея и Алину. У малышки есть особенности развития, поэтому в детский сад она не ходит. Мама находится дома, а работает в семье один папа. Денег на разные платные курсы и кружки у семьи не хватает. А так хочется лучшего для своих детей. Это настолько было приятной неожиданностью, что качественные занятия могут оказываться бесплатно. Благодарим очень тех, кто этот клуб организовал. Педагогов настолько энтузиасты. Девушки настолько они талантливы педагогично. То есть и не только в рамках проведения самого занятия, сколько любовь к детям, настолько поддержка. Молодцы, мы очень довольны. Занятие проходит в сенсорной комнате. Она дает огромные возможности для развития ребенка. Здесь все как в сказке. Цвета музыка, видеоэкраны, ароматерапия. На занятиях дети тренируют навыки общения, работы в коллективе, выполняют задания на логику, внимание, активно пополняя словарный запас. И это все в игровой форме, от чего материал усваивается легче. Читать, писать их научат в школе. Мы же развиваем у них память, внимание, мышление, воображение. Рассчитаны занятия еще на семью этих деток. Когда мамы к нам приходят на психологическое консультирование, например, когда ребенок боится темноты, или когда ему сложно оставаться одному в садике, он сразу начинает плакать, или когда он просто даже дома от мамы не может отходить. Все эти моменты мы тоже прорабатываем. Причем в центре малышам дана полная свобода самовыражения. Можно рисовать руками, прыгать на мячики, или с головой окунуться в сухой бассейн. По словам психолога Анны Ермоленко, если ребенка все время держать в рамках, это негативным образом скажется на его дальнейшей жизни. Либо этот человек будет жестко контролировать все, себя, свои эмоции, и рано или поздно эти эмоции даже могут выйти в болезнь человека, когда он долго их копит и не дает им выхода. Либо впоследствии мы получим в 14 лет не просто ребенка, который хочет попробовать нормы немножко отодвинуть и посмотреть, что можно, что нельзя. Абсолютно неуправляемый девиант в личности. В клубе нет однообразия и скуки. За час, что идет занятие, ребятишки успевают даже позаниматься спортом. На выбор малышей – тренажеры, фитбол и массажная дорожка. Уроки проходят два раза в неделю. Записаться в группу можно по телефону 53 57 22. Всех желающих ждут по адресу улица 50 Лет, ВЛКСМ, дом 2А. В кризис выживает не сильнейший, а экономный. Смотрите нашу программу и сохраняйте семейный бюджет. Мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или на сайте нашителя радиокомпании. А на этом у меня все. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова